В музей Пушкина в Гурзуфе можно попасть лишь в определенные часы. Так, находится он на территории санатория Пушкина. Ну вот, подходит экскурсовод и ведет нас в музей по этому прекрасному парку санатория, который посажен еще во времена герцога Ришелье. Потомок кардинала, губернатор Новороссии Ришелье, построил здание, которое обыватели называли воздушным замком еще в 1811 году. А в посадке этого парка он даже участвовал сам, когда приезжал сюда в 1810. Кстати, Никитский ботанический сад появился в Крыму тоже благодаря герцогу Ришелье. В доме этом он побывал лишь раз в 1811, после чего, когда в 1814 он вернулся обратно во Францию, он сдавал его в наем всем желающим. Здесь останавливались и Жуковский, и Грибоедов, и многие другие. В то время это было единственное европейское каменное здание на южном берегу Крыма. А в сентябре-октябре 1820 года здесь остановилась семья генерала Раевского, которые пригласили с собой Пушкина в свое путешествие по Крыму и Кавказу, чтобы отлечь его от депрессии после его изгнания из Петербурга. Все комнаты второго этажа этого здания выходили на такую вот террасу. Вместо этих окон ранее были двери. Мебель гости привозили с собой. Сделана реконструкция такой вот простой спальни тех времен. Пушкину Гурзуф очень понравился. Депрессия у него испарилась без следа. Он активно лазил по окрестностям. Теперь здесь есть и Пушкинская тропа на Юдак, и Пушкинская скала, и Пушкинский грот. Пушкинская скала как раз находится около дачи Чехова. В парке сохранился старый кипарис, с которым Александр Сергеевич здоровался каждое утро, и посаженный по инициативе Жуковского в 1738 году на смерть Пушкина Платан. Музей этот в доме Решелье открыли в 1938 году. Он существовал до начала Великой Отечественной войны. Потом здесь расположился военный санаторий, и снова открыли этот музей лишь в 1989 году. Теперь здесь шесть комнат с экспозициями. Первая рассказывает о хозяевах этого дома. Построил его француз Решелье, который завещал его своему адъютанту, поляку Стэмпуковскому. Стэмпуковский практически сразу продает эту усадьбу у графа Воронцову, который также мало ей занимался, поскольку у него были дорогие имения. Следующим владельцем этого дома с 1834 года становится Грек Фондуклей. В 1839-1852 год губернатор Киевской губернии. Купил это имение Фондуклей за 100 тысяч рублей. Много его совершенствовал, так же как и этот сад. Владел он этим имением почти полвека. И лишь после его смерти в 1781-м его наследницы-племянницы продали это имение выходцу из крепостных русских крестьян, основателю Гурзуфского климачевского курорта Петру Ионовичу Губонину. Он купил это имение уже в 250 тысяч рублей. Губонин построил в Гурзуфе гостиницы, почту, ресторан, аптеку, православный храм, мечеть, торговые лавки, фонтаны. Благодаря Губонину слава о Гурзуфе шагнула за пределы Крыма. Губонин был знаменитым русским предпринимателем. Его имя звучало по всей России. У самого царя на письменном столе стояла его серебряная чернильница с надписью «Отбывшего крестьянина, твоей милостью действительного статского советника Петра Губонина». Имя Губонина звучало даже по имени Красова «Кому на Руси жить хорошо». А ныне «Милость Божия, досыта у Губонина, дают жаново хлебушка, жую-не нажуюсь». Следующие несколько залов этого музея возвращают нас уже к Пушкину. Здесь выставлены издания его прижизненных и не только прижизненных произведений, копии его рукописей, копии картин, связанных с Пушкинской эпохой, высказывания Александра Сергеевича о Гурзуфе, о Севастополе, о Дбахчисарае, его рассказы о путешествии по Крыму, представлены здесь и вещи Пушкинской эпохи, а также татарская утварь, так как в те времена Гурзул был татарской деревушкой. Представлены здесь и покровители Пушкина, ну и, конечно, рассказы о Севских, чьей семье он гостил. О Николае Николаевиче Раевском-старшем, герое войны 1812 года, его жене, его сыновьях Александре и Николая. Кавказский пленник Пушкина посвящен как раз Николаю Николаевичу Раевскому-младшему. Конечно же, здесь рассказывается и о четырех очаровательных дочерях Раевского, младшую из которых Марию Пушкин вроде бы был влюблен по-своему. Здесь же представлен кабинет исследователя Пушкина Томашевского. В целом музей, конечно, любопытный, но у нас сложилось впечатление, что чтобы поход сюда не прошел зря, нужно приходить сюда уже подготовленным по этой теме.